Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить об инсулино-резистентности с вами, да, и в частности о индексе HOMO-IR. Ну, что такое индекс HOMO-IR? Это определенное сопоставление, соответственно, инсулина и глюкозы, но очень часто он бывает непоказательный, то есть непоказательны те цифры, которые, соответственно, находятся в самом индексе, потому что глюкоза у вас может быть достаточно высокой, но наблюдаться, соответственно, снижение инсулина. И индекс HOMO-IR тогда как бы относительно в норме, потому что там должен быть глюкоза и инсулин высокий, и тогда он будет не в норме. А у вас получается, что вы думаете, что все хорошо, но на самом деле инсулин может даже падать ниже своих референсных значений. И в привитивной медицине мы это уже, соответственно, называем как метаболическим синдромом, да, ну, гипоинсулиномии можно это называть, по-разному, в общем. Но суть одна, то, что индекс HOMO-IR должен интерпретировать врач эти цифры. Не всегда совсем низкая глюкоза – это хорошо, не всегда совсем низкий инсулин – это хорошо, и не всегда, естественно, хорошо, когда они стремятся вверх. Каких-то конкретных цифр не буду вам называть, ибо чтобы каких-то стереотипов не формировать, все достаточно индивидуально в теле каждого человека, поэтому я рекомендую вам в любом случае за интерпретацией тех или иных анализов обращаться непосредственно к врачу, к вашему, да, или найти вам врача, который будет вас консультировать по данным вопросам, так как все очень-очень сложно, и пациентам бывает сложно объяснить, что иногда нужно доздать там гликированный гемоглобин и другие вещи, посмотреть, да, в совокупности, как у нас, что у нас происходит, да, с метаболизмом, с другими какими-то показателями. Их великое множество, поэтому мы, конечно, стараемся объяснять, объяснять людям, когда непосредственно ведем консультацию, но объяснять приходится разные вещи, так как у людей выпадают разные другие вещи, то есть не только там, допустим, дело в лечении, там, ну, к примеру, вот один инсулин, мы лечим только этот анализ, и все, и другого не касаемся. Мы ни в коем случае делами такими не занимаемся, мы все равно смотрим на общий метаболизм, да, на выработку других гормонов и так далее. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны, занимайтесь своим здоровьем и грамотно, так скажем, снижайте ваш вес. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!